Сразу два новых штамма коронавируса, английский и южноафриканский, выявили в Свердловской области. По данным регионального штаба, заболевшие недавно вернулись из Турции и Арабских Эмиратов. Мы провели весь комплекс мероприятий в отношении контактных лиц, членов семьи, они были все обследованы. И у них не подтвердилось наличие этой инфекции. Более того, по нашим данным, действующие в стране, наши российские вакцины, эффективны в отношении этих штаммов. Как сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, пациент с южноафриканским штаммом уже выздоровел, а с английским еще находится на лечении. В целом ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизировалась, прежде всего благодаря массовой вакцинации, считают специалисты. На сегодняшний день прививки от коронавируса поставили почти 236 тысяч жителей региона. Прививочная кампания продолжается. На этой неделе в Свердловскую область поступит еще более 50 тысяч доз вакцины. При этом санврачи просят уральцев не забывать про меры профилактики даже тех, кто поставил прививку. Расслабленность у населения, безусловно, наступила, к сожалению. Плюс цветочки скоро расцветут, листики распустятся и все отсюда вытекающее. Я хочу обратить внимание на то, что мы не планируем в ближайшее время каких-либо снятий существующих ограничительных мер. В случае, если ограничительные меры в Свердловской области все же ослабят, 1 мая в Первоуральске планируют провести праздничную демонстрацию. По центральным улицам пройдут представители предприятий, коммерческих фирм, образовательных и медицинских учреждений, работники культуры и спорта. Сейчас в администрации города ведется прием заявок от организации. Решение о проведении шествий Первоуральские власти должны принять в конце следующей недели. Решение о проведении шествий Первоуральских власти Sieglich о проведении шествий Продолжение следует... Субтитры подогнали Симон.